Всем доброго времени! Мне захотелось, ну не то, что похвастаться, нет, мне захотелось поделиться со своими подписчиками, со своими девочками, но мальчикам вряд ли эта тема будет интересна, а может быть и будет по поводу камушка. У меня, я уже показывала давно, приехали еще мои два любимых колечка с турмалинами, я их еще привезла из Донецка, сколько уже, 4 года им точно, этим украшением. Так вот, они очень-очень красивые, они вот переливают от зеленого до вот такого вот розового, один арбузный турмалин и второе кольцо розовое, они у меня скучали, лежали, одно более розовое вот это, а это более зеленое. И я их почему-то, ну не то, что не носила, мне хотелось еще что-то вот, может быть украшение, колье какое-то. И вот, товарищи, стоило пройти столько лет, столько времени, чтобы у меня еще и появилось вот такое колье. Тоже это арбузный турмалин, оно вот из трех ниточек состоит, но мне кажется, что вот единственный оттенок чуть-чуть более желтоватый, чем мои кольца. Хотя, вот если брать вот с этим кольцом, в принципе, я разницы не вижу. Вот это вот чуть более розовое. Вот как вы считаете, насколько оно подходит? Вот, это первый момент. И еще я купила себе, это уже на день рождения, тоже в этом же магазине, где колье, вот такое кольцо. Не знаю, оно мне понравилось. Потом уже, когда я его поближе рассмотрела, я увидела, что и маленький крестик есть в нем, сокрыт. Вот здесь вот находится, вот он маленький-маленький. И три листники в уголках. То есть вот такая вот вещь, которая очень много нюансов в себе прячет. Вот, и как-то вот разговорилась, а оказалось, что в этом магазине еще оказывают услугу числовая мандала. Мне дали такую бумажечку, авторское украшение. У каждого человека имеется числовой код, определяющий многое в его судьбе. Действие этого кода можно увидеть и осознать только через анализ числовой мандалы или мандалы. Поэтому коду человек может настроиться на поток энергии, необходимый для приведения гармонии и объективного восприятия мира. Каждый желающий может его получить. То есть тут получается, по вашей дате рождения вплетается бусинка. Это могут быть бусы, браслет, серьги на основе вашей личной числовой мандалы. Выполняется бесплатно. И мне ником подарок мандалы на день рождения. Вот интересно, как это выглядит и пользовались ли вы вот такой вот штукой. Мне просто интересно. Я, например, ничего об этом не слышала, как можно с помощью даты рождения какую-то числовую мандалу. И еще вот обещала она мне сделать скидочку, если я буду украшения у нее покупать. Но пока я купила кольцо вот это, колье и вот такие вот еще. Сережки шли в подарок. Ну, как-то сережки я, наверное, может быть, даже переставлю крючочки, потому что такие я не сильно люблю. Я люблю больше вот как вторые покажу с застежкой, когда она ювелирная, когда она, ну, не крючки. Хотя я слышала, что вот когда серьги крючки, они уж мочку как бы не портят. А вот ювелирная застежка, сейчас я вторые покажу, говорят, что может портить. Смотрите, вот такие сережки. Ну, мне кажется, что когда такое колье, да, по богатому, мне кажется, сережки вообще не нужны. Вот как вы считаете, напишите. И, в принципе, можно даже не два кольца вместе, а одного достаточно носить. Да, там такого или такого, но чтобы не быть как елка, когда ты все на себе носишь. Вот. Но вот эти, кстати, сережки в подарок даются, если покупается колье. Я просто этого даже не знала. Вместе она мне сказала, что может переставить на ювелирные изделия. Сама хозяйка занимается, делает. Это, я так думаю, что это не серебро, но сделано очень так вот ажурно, симпатично достаточно. И колье это стоило, в принципе, не сильно дорого. Если вот пересчитать на доллара, 30 долларов оно стоило. Вот. И на гривны сколько? 900 гривен. Я не знаю, дорого это. Вот напишите мне для арбузного турмалина. Потому что мне сейчас говорят, что вообще вот эти камушки, они редкие стали почему-то. Эти арбузные турмалины. Этот цвет как-то сочетает в себе и зеленый, и розовый. Я еще немножко о турмалине хотела рассказать, потому что у меня за эти кольца мои спрашивали. Значит, буду пользоваться шпаргалками от Джаспера Стоуна. И очень люблю вот такую книжку от Ларисы Назаровой. Старенькая книжечка у меня, но нравится мне. Так вот, по турмалину. Так, турмалин. Я же вроде бы, вот даже закладку делаю. Вот куда надевается все, и почему оно закрывается. Вот турмалин. Значит так, турмалин сильный врачеватель-очиститель. В индийской летотерапии применяют цветовые разновидности. Турмалина зеленые, голубые, черные инь. А розовые и красные – энергия Ян. Зеленые помогают при заболеваниях печени, нервной системы, системы органов кровообращения и кожи. Поддерживают кислородный обмен крови. Усиливают иммунитет. Полезно носить все, особенно при нервных сильных истощениях, для восстановления ауру после отрицательного внешнего воздействия. Вот так. Самые редкие голубые турмалины, но у меня голубого нет, которые благотворно влияют на лимфатическую, гормональную и иммунную систему. Черный турмалин Шерл образует вокруг себя защитную ауру, отражающую вредное влияние. В Индии его считают камнем мира и спокойного сна. Ни разу не спала с турмалином, не знаю, надо попробовать. По старинным верованиям турмалин – камень духовный, развивающий творческие способности. Красный камень – талисман, художников, а зеленый камень – творческих людей, а черный камень – ведьмы. Вот видите, пока я до черного турмалина еще не дошла. Хотя я слышала, что он может менять со временем сам цвет немножко. Посмотрим. Турмалин помогает медитировать, концентрировать внимание, помогает поверить в собственные силы. О, ну если в собственные силы, то замечательно. Дальше. Большая часть турмалинов оценивается не очень дорого, от 20 до 50 долларов за карат. Однако существуют и очень дорогие турмалины. Пишут, что корону русской императрицы Анны Иоанновны украшал именно турмалин. А также многие путают турмалины с аметистами, изумрудами, рауктопазами, рубинами, хризоберилами, хризолитами, цитринами, цирконами. И что еще интересного о турмалинах? Ну, в целом считается, что это камень, рожденный под знаком льва, козерога и стрельца. Но я вот уже говорила, что вот так вот, что ага, это только козерогу, а это только стрельцу. Я так не считаю. Я считаю, что камень должен, во-первых, позвать. Во-вторых, у вас должна быть астрологическая карта. Посмотреть, какое поле, какого гороскопа у вас выделено. Какой знак вот вам подходит. И какой заполнен. Вот если заполнен у вас поле знака козерога, льва, стрельца, вы именно в вашей натальной карте, да, вы можете носить. Если противоположные знаки, например, заполнен водолей или рак, или же, например, близнецы, это тогда не нужно. Ну, я так считаю, во всяком случае. Мне вот просто нравятся камни, которые, знаете, не одного цвета. А вот тут, по сути, два противоположных цвета. И розовый, и зелёный. И под ногу и одежду подойдёт. И при этом вот переход цвета необычный такой. Так, что я ещё хотела показать? Я ещё покажу. Купила ещё такое колечко. Мне оно тоже понравилось. Не знаю, может быть, будете смеяться с меня. И надо мной, и с меня. Украинцы будут с меня смеяться. Русские надо мной, да? Ну, всё-таки, люди, ну, понравилось оно мне. Вот понравилось. И я его только купила, я ещё даже бирочку не сняла. Вот сейчас как раз сниму. Значит, что мне понравилось? Сразу говорю, что это не магазин на диване. Это я действительно купила за свои деньги этот набор. Мне понравился. Вот такой вот котик. Не знаю, видно? Кот с зелёными глазами, с усами, с хвостиком. Вот у него хвост, два глазика. Усы и лапки. Усы, лапы и хвост мой документ. Ну, такое милое. У меня начались спросили, а вы, наверное, ребёнку берёте? Я говорю, нет, я себе беру. А-а-а, как оригинально. Это всё в одном магазине. И вот это колье, и кольцо. И когда я сказала, что у меня есть канал, мне говорят, ну, говорит, приходите, мы вам скидку дадим. 5% точно, может быть, даже больше. Вот, покажите наши украшения. Я говорю, ну, покажу, не вопрос. Тем более, я уже купила себе это всё. Почему не показать? Может быть, кстати, сделают скидку какую-то и вам. Потому что цены хорошие. Вот это колечко с кошачьим глазом, с улекситом, стоит, ну, мне оно стоило 140 гривен. Вот тут написано 140 гривен. Это, ну, вообще, это очень недорого. Это примерно, если на доллары, ну, смотрите, 30 гривен сейчас доллар, а это, получается, 4-5 долларов. Так, это серебро, 925-я проба и камень, олексит, кошачий глаз. И ещё вот эти глазки котика, это циркончики. Вот они, ушки, лапочки. Мне оно понравилось. Оно, может быть, какое-то не вечернее, но на каждый день с кошачьим глазом. А кошачий глаз помогает от глаза, помогает быть невидимым человеку. И вообще, коты, это моя тема. Я считаю, что можно покупать в этом магазине. И эти все украшения, я так понимаю, что либо под заказ делаются, потому что она скажет, что, в принципе, они могут ещё и сделать. И серёжки вот такие тоже взяла. Вот такую застёжку, девочки, я люблю больше. Вот, смотрите, какая застёжечка. Видите, ювелирная. Вот она не открывается никуда. А крючки, ну вот, меньше ли вы? Не моя эта история. Нет. Сейчас померяю серёжки. А вы мне в комментариях напишите, что вам больше понравилось. И хотите ли вы такие видео по камушкам, по украшениям, или, может быть, они абсолютно не нужны. И как, вот, например, вы отнесётесь, если я какие-то ещё вам покажу украшения свои, которые у меня с историей, которым уже много лет. Или, может быть, украшения, которые я только-только, может быть, ещё себе что-то куплю. Вот. Буду снимать и покупать. Снимать и покупать. Ну, не знаю. Я знаю, что есть просто вот дают, ну, на обзор проплачивать полностью. То есть, бесплатно даёт человеку, он снимает. Я сразу говорю, чтобы вы не написали мне этого. Вот это всё я сама себе купила. Мне никто ничего не подарил. Хотя я нормально к этому отношусь. Если бы мне подарили, если бы мне что-то просто бесплатно прислали, я бы тоже бы не отказалась. Вот. Если бы мне дадут какую-то скидку, учитывая то, что я купила уже вот это кольцо в этом магазине, вот это, вот это, то почему бы нет? Я много купила уже. Вот смотрите. Вот такие котики. Я не знаю, видно. Но я вижу, что видно мои прыщи. Но мне кажется, что, в принципе, видно. Вот он кот с хвостом, усами и лапками. И кошачий глаз. Вот такие вот милые серёжки. Вы знаете, мне они понравились. Вот именно на повседневку, на каждый день. Вот. И мне кажется, они хорошо сочетаются даже с моей этой рубашкой. Сейчас я вот полюбила. Увидела... Кого ж я увидела такую рубашку первую? А, увидела на... О, Рубина Гудиной. Точно. Вот я её увидела. Мне она понравилась. И я сразу быстренько тоже купила такую себе рубашку. Вот. Ну, собственно, вот такими украшениями я себя побаловала. Опять же, я не в один день ограбила этот магазин ювелирный. Я купила вот на день рождения себе вот это кольцо 31 декабря. Мне мама его подарила. Денежки на него дала. Потом я купила вот этот набор. Но только сейчас уже сняла вот эти все берочки. Не знаю, почему. Вот не хотелось то ли... Хотела, чтобы вещи отмежались. Не знаю. И вот последним вот это колье, оно пришло именно в пару к вот этим украшениям. Покупала я это всё дело во Львове. Вот есть такой магазин. Генерал Чепринки 56А. И у них есть ещё на Фейсбуке группа. Если нужно, могу написать. Если не нужно, не напишу. И вот интересно, мне вот обещали вот такой вот числовой код мандала дня рождения сделать мне. Его, в принципе, посмотрите, делают всем бесплатно. То есть это, в принципе, это не по особому блату. Это вот как бы всем делают. Тоже украшения вот числовую мандалу набирают. Так. Сколько стоят серёжки-котики? Я ещё не сказала. Так. Кольцо 140 гривен. Это где-то 4-5 долларов. А серёжки стоят 250 гривен. Вот они, серёжки. Это получается... Сколько долларов? Ну, меньше 10 долларов. Ну, 10 долларов. Тоже это серебро. И вот такие вот котики. Ну, мне нравятся. Не знаю, может быть, они глупые. Может быть, они детские. Но на самом деле, вот если вот так вот смотришь залегка, оно не видно. Просто вот голубенький камушек какой-то. Довольно-таки милый. Улексит это камушек. Мне ещё говорили, что у меня голубые камушки, а были ещё красивые серые. Как серые котики. Ну, вот такие у них хвосты. Они лёгкие, кстати. Тут, несмотря на то, что такая массивная застёжка, как я люблю, и серебро, но я их не сильно ищу. Вот как они выглядят. Не знаю, видно. Мне кажется, должно быть видно хорошо. Вот они, коты. Причём, когда я покупала, девушка подошла, говорит, а вы не будете брать? Я говорю, да, наверное, буду. Ну, я, говорит, ребёнку бы взяла серёжки, а кольцо можете вы взять. Я вот, кстати, не люблю так, когда одна вещь от гарнитура один человек покупает, другое, другое. Я всё-таки считаю, что вещь должна быть комплектом. Ну, я так считаю. А как считаете вы? Вы напишите. Берёте ли вы всё, вот если есть комплект, или же одно что-то возьмёте, а остальное пусть скучает себе на витрине. И я вот стараюсь забирать всё. Ну, собственно, вот такие мимишные кисы. Завтра буду я в них на Валентина, я надеюсь. Вот. И я думаю, что, может быть, какой-то ещё обряд покажу, как активизировать, пока вещь новая, не ношенная. В принципе, можно выложить что-то интересное. Напишите, нужны ли такие видео. Напишите, хотели бы вы такие украшения. Может быть, действительно, какую-то скидку попросим. Может быть, что-то по блатным с этого магазина ещё на обзор мне дадут. Посмотрим. Может быть, вы что-то себе купите. Я не знаю. Может быть, она и пересылает. Я думаю, это всё можно узнать. Потому что пока я таких цен, люди за 5 долларов серебряное кольцо с натуральным камнем, ну, я считаю, что это просто даром. Честно. Не знаю. Может быть, это старые цены. Может быть, потому что она сама хозяйка делает. Многие вещи занимается этим ювелирным делом. Не могу сказать. Но пробы все стоят. Вот если надо, я их 925, то я вот их тут нашла. Всё есть, всё чётко. Могу на фотоаппарат ещё отдельно сфотографировать. Так что я с обновками, с хорошим настроением. Мужу это видео не покажу. Скажет, что я сошла с ума. Вот. Ну, на этом всё. Колье с арбузных турмалинов и котики говорят вам до свидания. Ну, и на этом всё. Пишите, нужны ли эти видео. Хотите ли вы продолжение обзоров украшений. Хотите ли вы данные магазина. Что-то ещё, чтобы я показывала. Хотите ли, чтобы какую-то, может быть, скидочку попросила или о пересылке узнала. Мне, в принципе, интересно было бы какие-то украшения поснимать, если бы, может быть, мне тоже что-то бы потом дали со скидкой. Почему нет? Ну, пока вот это я купила всё на свои деньги. Ну, на этом всё. Всем пока! Вот такие вот камушки зелёно-розовые. Вот такая фурнитура. И вот такой вот листик виноградный. Это застёжечка. То есть это как будто бы виноградинки. Это вот такой вот листик. Очень необычно сделано. И серёжки такие. В подарок идут к нему. Ну, кольцо я уже показывала. Вот оно. И вот такой вот крестик. В нём спрятан вот тут вот. Тоже очень интересно, необычно. На мой взгляд, необычно. Можно так носить, можно эдак носить. И на этот палец, и на этот, и на этот. Тоже это всё серебро. 425-я проба. И очень мне нравятся вот эти вот последние котики. Котики и колье, которые я показала. Вот так они выглядят, коты. Уши, лапы, хвост мой документ. И вот так вот оно выглядит. Вот. Сейчас я нормально на палец надену. Вот он, котик, ко мне повёрнут. Ну, я такое люблю. Оно весёлое, оно может быть где-то детское. Ну, мне такие вещи ироничные нравятся. Если бы там были маленькие ироничные бабы-ёшки, я бы такое тоже покупила. Это серьги, ювелирная застёжка. И цена более чем доступная. Ну, и натуральный камушек нравится. Кошачий глаз, эликсит этот. Вот. И, если нужно, группа находится, называется, фейсбук. Живицы прекрасны для души. Вот. Так что, если что, пишите. Может быть, что-то полезное там найдёте. А я буду просить себе такую числовую мандалу. Раз её бесплатно всем дают. Может быть, она мне и пригодится. И, может быть, я расскажу, какие впечатления они получили. Насколько это вообще рабочая штука. Насколько это мне что-то даст. И как её вообще делать. Потому что я в этом не особо разбираюсь. Как с помощью камней и числовой мандалы что-то менять. Ну, расскажите, связано ли это вообще между собой. Делали ли вам такие числовые мандалы по дате рождения или нет. Ну, вот такие вот мурчики-котики. На этом всё. Пишите, насколько эти видео вообще нужны. Насколько вам интересны и полезны. Всем всего доброго и пока. Субтитры сделал DimaTorzok